Ас-саляму ва рахмату Аллаху и Та'аля ва баракату, уважаемые братья и сестры, дорогие последователи нашего любимого пророка Мухаммада, в первую очередь, позвольте мне поздравить вас с этим благослойным месяцем рождения самого лучшего творения Всевышнего Аллаха, и прошу нашего Создателя сделать наше сегодняшнее мероприятие причиной нашего объединения и радости и посланника Аллаха. И по традиции мы начнем наше мероприятие с чтения Аятова Священного Корана. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Очень много поздравлений поступают к нам. И также глава Республики Дагестан Владимир Васильев поздравил муфтия Республики Дагестан шейха Ахмада Афади с наступлением благословенного месяца Рабиа Аль-Аваль. Уважаемый шейх Ахмада Ахажи, поздравляю вас и всех мусульман Дагестана с наступлением благословенного месяца Рабиа Аль-Аваль. Этот особо почитаемый месяц, в котором родился пророк Мухаммад, мир ему и благословение, обращает верующих к нравственным основам ислама, справедливости, любви к ближнему, совершению добрых дел и оказании помощи нуждающимся. Убежден, что общечеловеческие ценности ислама послужат единству, взаимопониманию между людьми и укреплению нравственных устоев общества. Желаю вам, уважаемый Ахмад Ахажи, и всем дагестанцам успеха во всех добрых деяниях, мира и благоденствах. Глава Республики Дагестан Владимир Васильев. И далее мы предоставляем слово заместителю муфтия Республики Дагестан Саляму Абдуллей. Ахам. Ахам. Уважаемые братья, уважаемые сёстры, уважаемые гости, уважаемые алимы, позвольте в первую очередь передать вам всем приветственные слова и тёплые поздравления от муфтия Республики Дагестан, Ахам. Ассаляму Алейкум. Аллах. 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 Баракатуху. Просим Всевышнего Аллаха принять этот благодатный маулит и просим Аллаха, чтобы этот маулит стал причиной укрепления и укрепления небесного благодатного Республики Саллаху Алейкум. Так как наши маулиты маулиты, это значит, что мы сегодня будем очень часто, многократно слышать имя господина Мухаммада Саллаху Алейкум. А что сказано тому, кто произносит его имя, и тот, кто слышит, им следует, услышав это, читать салават на посланника Аллаха Саллаху Алейкум. И в связи с этим, дорогие братья, хотел бы напомнить всем нам о ценности и значимости чтения салавата на любимца Аллаха Мухаммада Саллаху Алейкум. Хадисов, конечно, множество, но хотел бы напомнить один эпизод из его жизни, когда посланник Аллаха Саллаху Алейкум вошел в финиковый сад, и сподвижник Абдурахман бен Ауф, рады Аллаху Алейкум, увидев это, поспешил за ним. Когда этот сподвижник вошел, он застал посланника Аллаха Саллаху Алейкум, поклоняющимся Аллаху, и он находился в земном поклоне. Абдурахман бен Ауф решил не отвлекать пророка Саллаху Алейкум, и решил подождать, пока он освободится от поклонения. Но этот процесс был настолько длительным, этот земной поклон был настолько длинным, долгим, что сподвижник Абдурахман бен Ауф подумал, что пророк Саллаху Алейкум покинул этот мир, покинул этот свет. И он начал плакать, он начал рыдать. Когда же посланник Аллаху Саллаху Алейкум услышал его плач, спросил, кто это? Абдурахман, ты? Он сказал, да, я Расуль Аллахи, это я, Абдурахман. А почему же ты плачешь? спросил посланник Аллаху Саллаху Алейкум. Он ответил, вы так долго были в земном поклоне, что я подумал, что вы нас покинули, покинули этот мир, покинули этот свет. Но посланник Аллаху Саллаху Алейкум пояснил, и он сказал, нет, Абдурахман, ко мне явился ангел Джибрил, алейсалям, и передал мне очень радостную весть от Всевышнего Аллаха. И Всевышний Аллах сказал, о, Мухаммад, обрадуйся, обрадуй мусульман, умму, что если кто-либо из них прочитает хотя бы один салават в твой адрес на тебя, то я прочитаю десять салаватов на этого человека. И посланник Аллаху Саллаху Алейкум говорит, я, выражая благодарность, совершил вот такой длительный, долгий земной поклон. То есть это говорит о том, что это очень ценный подарок. это великий ниамад от Всевышнего Аллаха, и мы должны этим воспользоваться, мы должны помнить об этом. И в то же время это очень легкий и доступный айбад от Всевышнего Аллаха. И чтобы мы сегодня не стеснялись, услышав в исполнении маулидов или в выступлениях алимов имя посланника Аллаха Саллаху Алейкум, чтобы мы читали салават, дорогие братья, я хотел бы коротко напомнить о основном смысле и значении этого салавата, который мы так часто читаем. И у улема, и говорят, что одно из, один из основных смыслов салавата, оказывается, это благодарность пророку Саллаху Алейкум Алейкум. То есть мы читали салават, как будто говорили, огромное спасибо тебе, я рассудил вам. За что благодарили? За все, что он сделал ради нас. За все, что он пережил, испытал, увидел ради нас, чтобы мы сегодня были в мечетах и говорили о послании, были братья и поверили, прибыли на истинную землю. Сколько он все пережил, прекрасно знаем, мы читаем, нам рассказывают. Господи. Ведь когда нам, когда мы в тяжелом положении, в тяжелом состоянии, и кто-то помогает нам, спасает нас, что бывает с нами? При каждом виде этого человека нас охватывает чувство благодарности. Мы хотим снова и снова благодарить его. Но кто же помог нам больше, чем посланник Аллаху Алейкум, подарив эту религию, подарив истинный путь. Поэтому, дорогие братья, каждый наш салават сегодня это есть благодарность ему. Так, давайте же, дорогие братья, сегодня сполна, не стесняясь, отблагодарим посланника Аллаха, Салава Алейкум, восхвалим и прошу Всевышнего Аллаха сделать этот маджелиз причиной укрепления братских уз. и причиной счастья обоих мирах. Салава Алейкум, великий ученый ислама, имам Суюты, в своей книге пишет «В каком бы доме, мечети или местности не читали маулид благословения пророка Салава Алейкум, то ангелы окружают это место, и оно наполняется милостью Всевышнего Аллаха. И всех верующих, которые находятся в этом месте, Аллах сохранит от бед, несчастья и болезни. И когда они покинут этот мир, Аллах облегчит им могильный допрос Мукара и Накира, и они будут пребывать в судный день возле Своего Создателя. И давайте, уважаемые братья и сестры, предоставим возможность нашим маулилистам послушать такой маули на пророка салава Алейкум Субтитры создавал DimaTorzok 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 больше, чем мы с вами сегодня, они даже не рассчитывали на свои благие деяния в судный день. Они не рассчитывали, что они спасут их в судный день. Единственное, на что они рассчитывали, это на эту любовь к посланнику Аллаха саллиллаху алиусалям. Пусть Всевышний Аллах заполнит наши сердца любовью к пророку алии саллиллаху алисалям и дай Аллах, чтобы мы так же искренне его полюбили, как его любили сахабы, и далее слово предоставляется председателю совета имама города Махачкала Магомедову Закали. Дорогие братьеви и сестры, я очень рад сегодня выступать перед вами и рассказать о любви к пророку Мухаммаду алии саллиллаху алии саллилаху алиe и надеяться, что мои слова прибавят любви к пророку Мухаммаду алии и саллиллаху алии саллим, что послужит причиной нашей ближести пророку саллиллаху алии саллим и тому, что он будет с нами вместе в раю. Мы, точнее, будем мешать пророком в раю. Самый лучший пример любви пророка, исследований за ним, оставили нам асхабы нашего пророка. Они настолько сильно любили пророка Мухаммада, что он был для них всех. Они печалились, когда печалился он. Они радовались, когда радовался он. И они были готовы ради нашего пророка Мухаммада прожертвовать всем собой, своей семьей и всем своим имуществом. И для них самым тяжелым переживанием, самой большой проблемой это было невозможность видеть пророка Мухаммада хотя бы некоторое время. Сподвижник пророка Мухаммада по имени Халбану Малик так сильно любил пророка Мухаммада, что не мог скрыть печали. И когда некоторое время он не видел пророка, он сильно печалился и не мог скрывать этого. И однажды он пришел к пророку Мухаммада и по нему видно было, что его что-то беспокоило. И пророк самуловлялся и поинтересовался, что случилось. И тогда он ответил, «Опостыня Аллаха, я не волнуйся, но когда я не вижу тебя, то исцитываю одно число и замечаю, а как вновь не увижу тебя». Затем я спрашиваю, «Опостыня Аллаха, я не увижу тебя, потому что ты будешь с пророками и с теми людьми, которые заслуживают такую высшую степень быть вместе с тобой в районе». И тогда священный Аллах испаснул следующий аят. «Те, кто повинуются Аллаху и посланнику, будут вместе с теми, кого облагодействовал Аллах, исчезав пророков, праведнейших, павших за веру и правильное, и как прекрасно они у раю, как товарищи». И когда посланник Аллаха, саллиллаху али-васалям, прочитал этот аят, Балбан, такой доволен Аллах, очень сильно обрадовался, потому что у него появилась надежда быть вместе с посланником Аллаха, саллиллаху али-васалям, и на том свете. А те сподвижники, которым по воле Аллаха пришлось пережить нашего пророка Мухаммада, саллиллаху али-васалям, очень сильно тосковали по нему. Жизнь теряла смысл, и когда к одному из них приходила смерть, он очень радовался, потому что через смерть он приближался к пророку Мухаммаду, саллиллаху али-васалям. И когда пришла смерть к Билялу, тобой доволен Аллах, то его жена восклюнула, «Горе, какое горе, какое горе!» Абилял, радуя Аллаху али-васалям, сказал, «Какое счастье! Какая радость! Ведь я завтра встречу с пророком Мухаммадом, саллиллаху али-васалям, и его асхабами». Какая любовь! Как сильно они любили друг друга! Что же касается любви пророку, саллиллаху али-васалям, которые жили после эры, нашим асхабам и таби'инам, они всегда проявляли крайнее почтение и смирение, когда в их присутствии упоминался пророк Мухаммад, саллиллаху али-васалям. Иман Малик, да будет доволен им Аллах, был из числа тех людей, которые очень сильно любил и различил нашу пророку Мухаммад, саллиллаху али-васалям. И он никогда не читал пророка Мухаммада, не будучи при омовении. Если он начинал читать хадис, то чтобы он не случилось, ничто не могло ему ответить о чтении пророка Мухаммада. И когда он однажды читал хадисы пророка Мухаммада, в мечети пророка Мухаммада, Его неоднократно в ногу ужали скопьем. И вместе с этим он не остановился и продолжил читать хадис 2 Мухаммад. Также упоминается, что он никогда не ездил верхом на лошади обменений. Говорят, что им не стыдно коптать обытыми землю, где ходил и где право охоронил Мухаммад. Совсем недавно я видел ролик, это получается небольшая часть из фильма про последнего фултана Османской империи Абу-Хаммед. И там, получается, к нему приходит один человек и говорит, что видел во сне пророка Мухаммада, что тот попросил его о помощи. И тогда он просит этого человека повторить, что же сказал пророк Мухаммад, он говорит, наш Абу-Хаммед. И он просит его повторить снова, что же сказал, желая услышать, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллим, и сказал, что наш Абу-Хаммед. И каждый раз, когда он давал ему деньги за эти слова, и когда этот человек ушел, его помощник говорит, о султан, если еще бы немного, он бы, говорит, забрал бы у тебя все богатства. Тогда он говорит, нет, постой, говорит, если бы он попросил, я отдал бы даже все свое богатство, даже отдал бы свою всю власть. Все ради того, чтобы услышать от пророка саллиллаху алейхи ва саллим, что он его. Я, увидев этот ролик, честно, очень сильно захотел увидеть нашу пророку саллиллаху алейхи ва саллим. Но, любим ли мы, дорогие братья мои и сестры, пророк Мухаммада, саллиллаху алейху ассаляма, так чисто, так сильно, исследуем ли мы его пути, чтобы быть заслуженными, о которых сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, … Среди Моей общины были люди, которые пройдут после Меня, и которые сильно любят Меня, и которые отдали бы своей семье и всё, своё имущество, в обмен на то, чтобы увидеть Меня. И каждый из нас, дорогие братья Иисуса, должен задаваться вопросом каждый день. Действительно, он любит ли посланник Аллаха, следует ли он тому пути, который оставил наш пророк, и заслуживает ли он любви пророка Мухаммада и заступничества его сегодня. Посланник Аллаха, в хадисе, говорит, что самые лучшие из вас, те, кто изучает Священный Кур'ан и обучает ему других. И когда спросили у Аиши о посланнике Аллаха, каким же был нрав посланника Аллаха, она ответила, что его нравом был Священный Кур'ан. То есть, все то, к чему призывает Священный Кур'ан, все эти нравственные качества, о которых говорил в Священном Кур'ане, объединял в себе посланник Аллаха, саллиллаху алейкумасалям. И далее, продолжая тему Священного Кур'ана, мы попросим нашего младшего брата Аслабика, также который является одним из тех, кто изучает Священный Кур'ан, прочитать нам что-либо из него. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие братья, уважаемые мусульмане, поздравляю вас всех с этим благословением месяцем. Дай Аллаху Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этом месяце, который в год один раз наступает, хоть чуточку ощущать присутствие Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, с нами и возобновить то, что мы упускаем каждый раз. Дорогие братья, воистину религия ислам людей призывает к добру и остерегает от зла. Людям вышивает, чтобы они делали дело добро ко всем людям, ко всем, чтобы они иссаном, милостью относились друг к другу. И Аллаху Субтитры создавал DimaTorzok И Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в своих хадисах нам говорит, что самый любимый человек для Всевышнего Аллаха это тот, кто полезен людям. И обратите внимание, как Аллаху Субтитры создавал DimaTorzok И Аллаху Субтитры создавал DimaTorzok Есть на этом свете тот, кто не является рабом Всевышнего Аллаху Та'ала. Сатана многое может нашими сердцами делать, но Аллаху Субтитры создавал DimaTorzok И Аллаху Субтитры создавал DimaTorzok Что Сатана ждет моменты, она находится в засаде и в сердца ваши хочет бросить какие-то мысли, чтобы вы враждовали, спорили между собой, ругали друг друга, убивали друг друга. Но вместе с этим, взамен этого вы должны делать, вы должны быть мягкими друг к другу, близкими друг к другу и не делать зло друг к другу. Аллаху Субхану Ва Та'ала в Коране говорит Смысл этого аята заключается в том, что Аллаху Субхану Ва Та'ала говорит, чтобы люди людям говорили хорошее, делали намаз и отдавали закат. Посмотрите, говорит, кафсир, который делают люди, Аллаху Субхану Ва Та'ала сперва сказал Говорите людям хорошее, потом сказал, делайте намаз и отдавайте закат. Насколько важно, чтобы мы с вами общались друг с другом хорошо, чтобы мы не говорили раннейшее сердце другого человека слова. Вот это Аллаху Субхану Ва Та'ала нам в этом аяте в Коране указывает. И вместе с этим, Аллаху Субхану Ва Та'ала говорит, Своими рабами называют тех, которые смиренно, спокойно по земле ходят, которые не кичатся, которые горделиво не ведут, высокомерно не ведут. А когда какой-то глупец что-то скажет, салам, мир тебе, не отвечает на зло, злом. Вот таких рабов Аллаху Субхану Ва Та'ала называет своими рабами, своими людьми. Ибн Катир, рахимаху Аллах, делает афсир, значит, говорит, когда какой-то глупец своей глупостью совершает плохое, подобное ему в ответ не делают. Наоборот, прощает их, вот как бы рукой махну оставляет этого человека и не говорит кроме хорошего. Ислам, дорогие братья, она не различает в хороших отношениях, в хорошем обращении между мусульманином и немусульманином. Разницы нету, мусульманин ли он, многобожник ли он, иудей ли он, христианин ли он, огнепоклонник ли он. Аллаху Та'ала требует к людям, ко всему человечеству, чтобы мусульманин обращался хорошо. Пророк, саллиллаху Аллаху А.С. сказал, ар-рахимуна, ярхамухуму ррахман, милостивых людей к милостивым людям, Аллах тоже милостиво относится, ирхамухуман фил арди, ирхамкуман фис сама, жалейте, будь милостивыми к тем, которые находятся на земле. В этом хадисе пророк, саллиллаху А.С. не сказал, и на версию людей других конфессий, не мусульман, их вы угнетаете, к ним плохо относитесь, за людей не считайте, вот такого здесь нам не говорят. Ирхамуу манфил арди, все люди, которые на земле, к ним относитесь милостиво, и к вам Аллаху Субхану А.С. тоже будет относиться милостиво. Поэтому это воссия, это завещание о том, о милости от Всевышнего Аллаху Субхану А.С. к нам, которым мы должны держаться. Вместе с этим в хадисах пророка, саллиллаху А.С. есть угроза тоже, где Аллаху Субхану А.С. говорит нам в хадисах пророка, саллиллаху А.С. Аллаху Субхану А.С. будет мучать тех, которые мучают в этом мире людей. Сколько среди нас людей, наверное, живут с такими соседями, которые, если спросить этого соседа, он скажет, лучше бы я с анакодой находился, чем с таким соседом. Терпят, вынуждены. Вот в таком виде жизни у этого человека превращают в кошмар. Сколько таких людей. И поэтому эти люди, которые приносили эти муки своим соседям, близким людям, кто бы они ни были, они тоже, конечно, от кари Аллаху Субхану А.С. не спасутся. Также пророк, саллиллаху А.С. нам завещает своей уме ко всему ихсанам, милостным и относились. Будь это человек, будь это хайван, будь это родственник, будь это раб, будь это мусульманин, будь это кафир. Фа-каля, саллиллаху А.С. Инна Аллаха катаба л-ихсана аля кулли шай. Аллах обязал быть мухсином, человеком, который делает добро ко всему. Даже, говорит, когда вы закаливаете животного, мягко, хорошее, милостиво закаливаете. Не закалываете животного тупым ножом, прежде чем вы будете закалывать, дайте отдых этому животному. Даже на курбан, который рожит хайван, к ним даже относитесь, так говорит. Ведь пророк, саллиллаху А.С. любое старание человека, которое человек делает, пророк, саллиллаху А.С. указал аджру, вознаграждение на это. Пророк, саллиллаху А.С. говорит, какой бы мусульман не был, который посадил дерево, оттуда покушал человек или же животное. У этого человека это будет считаться садака. Посмотрите, хайван и человек. Кто бы оттуда не кушал, это с его стороны будет как садака. Пророк, саллиллаху А.С. увидел, говорит, птицу, ну, маленькую птицу, которая, бывает, например, когда до ее гнезда кто-то добрался, но она пугается, она чирикает, летает отсюда со стороны в сторону. И пророк, саллиллаху А.С. говорит, сказал, кто напугал эту птичку из-за ее детей, видимо, какой-то детеныш кто-то забрал, верните ее детеныш к ней, пророк, саллиллаху А.С. говорит. И вот, увидев вот эти все моменты, здесь, наверное, можно много что перечислить. Наверное, есть такие люди, ну, скажем так, двухногие создания, которые думают, что к животным нужно милостиво относиться, но вот к людям не нужно так, потому что якобы у него не та вера, которая у этого человека. Конечно же, это глупость, когда пророк, саллиллаху А.С. хайваном, животным, завешал нам относиться хорошо, как же быть с человеком, ведь человек – это самое лучшее создание. А тот человек, который говорит, что он му'мин, а другой не му'мин, еще не ясно, какой конец у того будет и какой конец у этого человека будет. Бисмиллаху Рахману Рахиму. Аллаху Та'ала говорит, я возвысил сыновей Адама. Если кто-то какого-то человека унижает, от кого же он появился на этом свете? Если Аллаху Та'ала говорит, я возвысил сыновей Адама, разве есть у какого-нибудь мусульманина право сказать, что ты не мусульманин, поэтому ты не Адама сын? А чей же он сын тогда? Откуда он прилетел? Аллах возвысил сыновей Адама. И поэтому, раз Аллах возвысил, мы обязаны к этим людям относиться с тем Ихсаном, который пророк, саллиллаху А.С. нам завешал. Пророк, саллиллаху А.С. еще в свое время эти добрые отношения, как пример, оставил, потому что Аллаху, субхану ва Та'ала, обязал на всех, в том числе и пророка, саллиллаху А.С. этим отношениям. Посмотрите, как Аллаху, субхану ва Та'ала, в Коране говорит. Бисмиллаху Рахману Рахим. И говорите, «Мы уверуем в то, что было неспослано нам и неспослано вам. Ваш Господь и наш Господь один, и мы Ему покорны». Говори вот так. Также пророк, саллиллаху А.С. запретил ругать божества, идолы других, вот этих людей, многобожников. Бисмиллаху Рахману Рахиму. «Валата суббул лазина ядлона мин дуни Аллахи, фаясубуллаха адвом бигайри альм. Казаллика заянна ли кулли умматин амалахум». Аллаху Та'ала говорит, «Не ругайте тех идолов, которому поклоняются многобожники, они тоже будут ругать Господа нашего, наш Созлателем Всевышнего Аллаха без знания». Любой человек, когда, если мы кого-то маму заденем, они тоже говорят, твоя мама, они тоже же скажут, если мы другого божества, другого человека, который он признает, будем ругать, они ведь нам тоже ответят. Поэтому, дорогие братья, пророк, саллиллаху А.С. это хрумат, это вот эту этику нам завершал. Даже когда пророк, саллиллаху А.С. увидел джаназа, умершего человека, который несли на кладбищах, пророк, саллиллаху А.С. встал, говорит, из-подвижников тоже встали. Они сказали, «Я, Расул Аллах, иннаха джаназату яхудиин». Это джаназа иудея, говорит, о посланник Аллаха. Пророк, саллиллаху А.С. сказал, говорит, «Когда вы джаназа видите, вы вставайте». В другом риваяте говорится, «Аляйсах нафса». Разве не человек он? И такие моменты, дорогие братья, когда мы с вами находимся в таком мире и в такое время, когда буквально за какие-то сутки человек может облететь весь мир, человек может с разными людьми находиться, эти вещи учитывать, и исходя из этих завершений пророка, саллиллаху А.С. В наше время очень важно вот эти моменты учитывать. А что же мы видим сейчас? Хочется рассказать историю, которую я обещал этому военному человеку рассказать. Когда вот мы проезжаем в Унсбургском районе, поселок Времени, есть такой поселок, и там мы видим пост, всегда военные там находятся. Мы проезжая, ну нас остановили, и человек, военный человек, или военный, или полиционер, значит подошел и говорит, какой-то, какой-то, ну приблизительно уже стал забывать, ну капитан Магдиев, здрасте. Ну когда Магдиев, он сказал, мне интересно тоже стало, я говорю, раз Магдиев, почему здрасте, почему не саламу алейкум? Ну здесь, еще подожди, тут чуть-чуть, тихо надо нам вести в этой истории, не опережайте события. Он сказал, ну когда мы спросили, почему Магдиев, почему саламу, здрасте, не саламу алейкум, он сказал, знаете, говорит, была такая неприятная история. В прошлом году тоже, говорит, я так же попал сюда, в командировку, услышал о Дагестане, о том, что здесь мусульмане, остальные машины я сказал, капитан Магдиев, асаламу алейкум. Водитель, говорит, мне сказал, я тебе что, друг что ли, саламу алейкум, говорит, я тебе что, друг что ли, саламу алейкум, говорит, представься, как положено. Вот с тех пор, говорит, я не могу саламу алейкум, говорить. Ну, конечно, это было очень неприятно для меня и для тех, которые это услышали. Я сказал, друг, не обращай на это внимание. Бывает, что при рождении человека об тазик бьется, голова не работает. Не все такие. Это один, наверное, случай был такой, но вы давайте салам, другие вам ответят. Когда один дагестанец вот такой пример оставляет на всю Россию, как же мы хотим о нас, чтобы другие люди думали? Конечно же, о нас будут думать плохо. И не просто, если бы этот упрек оставался бы только на этом водителе, это было бы очень просто. Но этот упрек переходит от водителя на всю мусульманскую общину и всем мусульманам становится сытно за поступок вот этого человека. Поэтому очень важно, дорогие братья и уважаемые мусульмане, когда мы с вами хлеб зарабатывать, куда-то едем и думаем, что мы лучше, чем кто-либо, это не совсем хорошо, это не совсем правильно. У нас есть такая поговорка «Чувствуй себя как дома, но не забывай, что в гостях». Переходя границы Дагестана, мы бываем в других республиках в гостях, в гостях нужно вести как гост, нужно соблюдать адаб, уважение к тем, которые с нами встречаются, чтобы эти люди сказали, у нас в гостях был дагестанец, очень порядочный, приличный, аккуратный человек. Иншаллах, рахман, праз пророк, саллаллаху алейхи ва саляма, нам сказал, что его жизнь тоже нам есть в этом добро, в его смерти тоже есть. Асхаби, говорит, сказали, я, Расул Аллах, в жизни, что есть добро, мы знаем, но какое добро есть в твоей смерти, говорит. Посланник Аллах, саллаллаху алейхи ва саляма, ответил, каждый, говорит, день, каждый день мне будут после смерти, после моей смерти, ваши деяния показывать. Когда я увижу хорошее, я буду воспалять Аллаху, шукру делать. А если я увижу плохое, я буду за вас просить прощения. Пусть наши деяния будут такими, чтобы пророку, саллаллаху алейхи ва саляма, больше воспалять Аллаху, приходилось, нежели просить прощения за нас. والсаламу алейкум верхамуkillлахи ва саляма, у морahrкау аяб��니다. Всеннадула! Мολоя, салим, таим-ан, абад-а, и... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я извиняюсь, уточню, что именно сказала она Раусского брата. Вот если я так понимаю, Раусского брата. Она сказала ему, не волнуйся, если это действительно Пророк, то Священный Аллах не даст тебе обиду или не даст никому тебе сделать вреда. Кто дополнил? Вот наш старший брат, который ответил. Вот вперёд, вперёд. Моя помощь. Когда приезжала, когда сказала, что она подошла к ним, она плато сняла и исчезала от Забра и Папа. Поэтому он в голос открытый был, она выпустила. За кривом облудком появлялся и сказал, не волнуйся, это будет Наш, но и Джабра и Папа. Я ещё более подробно сейчас разъясню. Посланник Аллаха, он очень сильно переживал и он дрожал от страха перед Аллахом за ответственность, которую Аллах на него возложил. И он в этом состоянии. Вы пока, пожалуйста, перейдите микрофон назад. Вот в белой теоретике, черной кофте брата. Я уточню, пока микрофон до вас доходит. Хадиджа сказала кое-что посланнику Аллаху. Она успокоила его, когда он находился в таком тяжёлом состоянии. Что она сказала Пророку? Она сказала, что Пророк справедливый и правдивый человек, который соблюдает Аллаху и так далее. И из-за этого Всевышний Аллах его не оставит. Правильно, правильный ответ. Она сказала, Аллах, Всевышний никогда не обечалит тебя, ведь ты ответственный за доверенное тебе. Всегда поддерживаешь родственные вузы и никогда не говоришь лжи. Вот, передайте, пожалуйста, нашу жену. И последний у нас на сегодня вопрос. Что просил посланник Аллаха Сазалова, армейного сердца, у Всевышнего Абата, в тот день, когда его забросали принять море отравления? Вот, первый, когда нашу жену. Абата, а у меня не просто скажут. Не только папа, подняли отравления, как по-либоям. Итак, по-давому вопросу, для чем меня ответили. О чём попросил посланник Аллаха Сазалову Васялим Всевышнего Аллаха, в тот день, когда его забросали камнями в городе Таев? на самом деле когда весь окровавленный посланник уходил от жителей Таифа, которые его изгнали из своего города он не сделал им плохое дуа, он сказал «О, Аллах, я не жалуюсь тебе на жителей этого города, которые забросали меня я жалуюсь тебе на свою слабость затем попросил, чтобы Всевышний Аллах не наказывал этих людей попросил, чтобы Он наставил этих людей и Он надеялся, если даже не эти жители города Таиф хотя бы их потомки, последующие поколения когда-нибудь уверуют во Всевышнего Аллаха на этом мы свой небольшой конкурс завершаем извиняемся, если кого-либо мы не заметили старайтесь быть максимально честными дай Аллах, Бараката поздравляем победителя этого конкурса и дай Аллах, чтобы каждый из нас в судный день оказался таким же победителем перед Всевышним Аллахом Однажды посланник Аллаха, когда совершал переселение из Мекки в Медину он повернулся лицом к своему родному городу лицом к Мекке и сказал клянусь Аллахом, ты самая лучшая земля и самая любимая земля для Всевышнего Аллаха и любимая ты для меня и клянусь Аллахом, если бы твои жители не выгоняли бы меня сегодня из тебя, из этого города то я бы никогда сам тебя не покинул это указывает, дорогие братья и сестры на такое качество, как патриотизм любовь к своей родине также говорится, что любовь к родине от имана дай Аллах, чтобы мы также любили свою родину были патриотами своей родины и далее мы предоставляем слово председателю Совета Имама города Каспийск Придербеку Абдулле Субтитры создавал DimaTorzok Однажды пророк, когда он был на кладбище Бакии вместе со своими асхабами, он обратился к ним и говорит Ох, как я желаю видеть моих братьев асхабы, радуя Аллаху Та'ала, они удивленно спрашивают Я, Расуль Аллаху, разве мы не являемся твоими братьями? Пророк, салли Аллаху алейху ассаляма, говорит нет, вы являетесь моими сподвижниками а истине мои братья те люди которые придут после меня после того, как я уйду в иной мир они меня не увидят однако веруют в меня альхамду лиллах сегодня мы собрались здесь, на таком маджлисе именно из-за того, что любим нашего великого пророка Мухаммада салли Аллаху алейху ассаляма альхамду лиллах хвала сиу ишлим Аллаху и признательность Ему что Аллаху джаллау аля сделал нас из умы пророка Мухаммада салли Аллаху алейху ассаляма ведь быть в Его общении быть Его умой мечтали не только не только простые, можно сказать, посланники хотя простой посланник не бывает мечтали быть из Его умы посланники, которые являлись из Улю-Ла-Азми самые великие посланники и Аллаху та'аля нам дал такой нерма и именно из-за того, что мы любим посланника Севышнего Аллаха сегодня мы собрались дай Аллах, наша любовь не заканчивалась именно этим вечером дай Аллах, чтобы мы любили посланника Севышнего Аллаха ведь любовь к посланнику Севышнего Аллах не заключается только в собрании на таких маджлисах самая большая любовь это когда человек следует за суммой пророка салли Аллаху алейху ассаляма сегодня очень много мы слышим в средствах массовой информации и также постоянно на устах людей муссируется слово патриотизм что такое патриотизм патриотизм это важный момент или важное состояние душевное даже состояние человека говорят некоторые однако ислам это и есть патриотизм мусульманин это и есть самый большой патриот и самый-самый лучший патриот был наш великий пророк салли Аллаху алейху ассаляма ведь недавно говорили здесь что пророк салли Аллаху алейху ассалям когда был хаджат ул-вада он обратился не к одушевленному существу обратился к городу Макка и говорит какая же ты прекрасная о Макка как же я тебя люблю о Макка о если бы твои жители меня не изгнали бы я никуда не переселился и так же переехал в Мадина Тулмнавара пророк салли Аллаху алейху ассалям обращается к Всевышнему Аллаху и говорит о Аллах сделай так чтобы мы полюбили Мадина как любит Макка еще больше сделай чтобы мы полюбили Мадина Тулмнавара то есть любовь к своей родине именно любовь к тому месту где он родился где он рос Это является судной пророка, саллиллаху алейхи вассалям А если человек любит свою родину Если он любит свое государство Никогда он не навредит ему И следуя за пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям Мы, будучи молодыми, да и пожилыми Мы должны знать в первую очередь Благонравие, благонравие Еще раз благонравие Потому что десятки тысяч хадисов пророка, саллиллаху алейхи вассалям Говорят про благонравие Наши великие книги составляют именно про благонравие Почему? Потому что если в человеке есть благонравие У него есть все остальное Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал Ни один молодой человек не уважил пожилого Из-за его возраста, кроме как Аллаху алейхи вассалям, направит к этому человеку Когда он будет пожилым, молодого, чтобы ухаживал за ним Вот так пророк, саллиллаху алейхи вассалям Побуждает нас уважать пожилых людей Вот это и есть отряд избрать Пророк, саллиллаху алейхи вассалям Невзирая, человек верующий и неверующий Даже одушевленный, не одушевленный Создание, если мы шлю Аллаха Он побуждает, чтобы мы уважали, проявляли Климилость Аль-халпу алейхи Аллах, говорит Аллах Пророк, саллиллаху алейхи вассалям Все создание, это семья Аллаха И самый лучший к всевышнему Аллаху Самый предпочтительный, самый любимый к всевышнему Аллаху Тот, который приносит пользу для его семьи То есть для создания Пророк, саллиллаху алейхи вассалям Нас побуждает, чтобы мы озеленяли город Представьте себе Многие, наверное, подумали А почему это? Причем здесь ислам? Ведь ислам, это не просто религия Это образ жизни человека Начиная от рождения до могилы Это образ жизни человека И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит Если у тебя в руках есть саженец И ты уверен, что вот-вот наступит судный день Посади, говорит, саженец А зелени, говорит, это место, где находишься И также хочу рассказать Хотя здесь наш брат ответил на этот вопрос Однако это очень интересный Очень, можно сказать, душепроницательный Рассказ пророка, саллиллаху алейхи вассалям Который нам повезет Какой был пророк Какой он был милостивым Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям Объявил О своей миссии Что он является последним посланником Микканцы, даже его родственники Возглавили его Не верили ему И однажды рано утром Взяв с собой своего асхаба Ближайшего асхаба Зайдум Харифа Он выезжает в сторону Таиф Недалеко от города Макка Находится город Таиф Очень плодоносящий город И урайшиты Ездили в этот город отдыхать И наслаждаться, как на курорт И это считалось таким прекрасным городом Где есть разные явства И разные фрукты И пророк, саллиллаху алейхи вассалям Желая донести свою миссию До жителей Таифа Рано утром он Таиком Направляется в этот город И начинает призывать тамошних жителей А тамошние жители Собрали Маджбуна сумасшедших и детей Заставили бегать за пророком Саллиллаху алейхи вассалям Закидывать его камнями И передается достоверном хадисе Зайдум Харифа Защищая нашего великого пророка Саллиллаху алейхи вассалям Разбил свою голову И когда они Эти сумасшедшие этого города И дети Выгнали нашего пророка Саллиллаху алейхи вассаляма Он сел рядом с садом Который принадлежал Двум братам Братьям Которые являлись мышцами И сел на камень И передается Что его ноги кровоточили Представьте себе Посланник Всевышнего Аллаха Ради которого создан этот мир Сидит на камне И его ноги кровоточат Рядом сидит Зайдум Хариф Голова Можно сказать Течет от крови За то что разбилось И в таком состоянии Он обращается Аллах Отнимает руки Наверное Эту дуа Я не смогу здесь Прочитать Оставим И в это время Джабраиль алейхи вассалям Спускается Вместе с ними Ангелы Специально Уполномоченные На горы На мирские горы Джабраиль алейхи вассалям Говорит Аллах Видел Что твой народ Зелал с тобой Пророк Салли Аллаху Алейхи вассалям Говорит ему О Джабраиль Этот таиф И жители Этого таифа Они не знают Они не уверены Они не убеждены Что я посланник Всевышнего Аллаха Однако Я надеюсь Что из их спин Выйдут те Которые поклоняются Единому Аллаху Вот так Пророк Салли Аллаху Алейхи вассалям Запретил Разрушать этот город Уничтожать этот город Почему я это рассказываю? Посмотрите Посмотрите Какая милость Пророка Салли Аллаху Алейхи вассалям На тех людей Которые Его изгнали Закидывая камня Дай Аллаху Нам возможность Чтобы мы были Из числа тех людей Которых На том свете Когда мы Будем приближаться К хауду пророка Салли Аллаху Алейхи вассалям Чтобы он Нас поил Собственно Ручина Чтобы он Нас поил Дай Аллаху Чтобы мы Не были Из числа Тех людей Которых На том свете Когда будем Приближаться Чтобы он Нас отгонял От хауза И говорил Изгиньте отсюда Вы те люди Которые После меня Уничтожили Сунну пророка Салли Аллаху Алейхи вассалям Мою сунну Альхамду лиллах Вассалату Вассалам Аля Расулиллах Вассаламу Алейкум Врахмату Аллахи Тааля Варакату Акфири 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 Однажды Аиша Заметила Что посланник Аллаху Салли Аллаху В хорошем настроении И сказала Я Расулиллах Сделай за меня дуа Она попросила Пророка Салли Аллаху Алейхи вассалям Чтобы он помолился За нее После чего Посланник Аллаху Алейхи вассалям Акфири Акфири Аиша О Аллах Прости Аиша Ма-та-кадда Ва-миндамбиха Ва-ма-та-аххар Ва-ма-ас-сарад Ва-ма-а-а-наман Ва-лах Прости Все ее грехи Все что она До этого совершала Все что она Дальше Из грехов Будет совершать Все тайное И явное Из грехов Которые она совершала Прости Говорит Посланник Аллаху Салли Аллаху Алейхи вассалям После чего Услышав Эта дуа Аиша Очень сильно Обрадовалась Она засмеялась И целый день У нее прошел В хорошем настроении Она была счастлива После этих слов Посланника Аллаха Салли Аллаху Алейхи вассалям И пророк Салли Аллаху Алейхи вассалям Спрашивает О, Аиша Неужели Моя дуа Так Обрадовала тебя Так Ощастливила тебя И она говорит Да, у Посланника Аллаха Как я могу Не радоваться После такого дуа Который ты сделал Для меня После чего Посланник Аллаха Салли Аллаху Алейхи вассалям Говорит Клянусь Аллахом Это моё дуа, которое я делаю для своей умы в каждом своём намазе. Посмотрите, дорогие братья и сёстры, один раз только сделал посланник Аллаха, саллиллау алейху ассалям, такую дуа для своей женихайши, и какая она была счастливая. Для нас он делал эту дуа в каждом намазе. Посмотрите, как сильно нас с вами любил пророк Мухаммад, алейху ассаляму. И дай Аллах, чтобы мы ценили сегодня эту любовь посланника Аллаха, чтобы мы не проявляли беспечность, не проявляли неблагодарность за эту любовь, за ту милость, которую Аллах Всевышний нам дал и сделал нас из общины пророка Мухаммада, саллиллау алейху ассаляму. Пусть Аллах дополнит наши сердца к любимцу посланника Аллаха, саллиллау ассаляму, любовью. Далее мы хотим предоставить слово имаму Табасаранского района Рамазана Ваганса. Дорогие братья и сестры, в завершении пророка Алейху ассаляму говорится, «Вы не отворачивайтесь друг от друга, не гневайтесь друг на друга и будьте уверующими братьями». Это означает, что нельзя говорить что-либо за спиной братьев. Это означает, что мы не должны делать то, что вызывает гнев друг к другу. И в хадисе посланника Аллаха, саллиллау алейху ассаляму, говорится, «Кто полюбит ради Аллаха и возненавидит ради Аллаха, даст ради Аллаха и лищит ради Аллаха, тот усовершенствовал свою веру». Пророк Алейху ассаляму, как мы знаем, дорогие братья, своим примером показывал о том, каким образом мы должны усовершенствовать свою веру, как мы должны относиться и любить братьев по вере. Пророк Алейху ассаляму, лучшие из сознания Всевышнего Аллаха, нанесенные обиды, унижения, оскорбления, все это не становилось преградой на его пути, на пути распространения ислама. Даже к ярым врагам ислама, ярым врагам Пророка Алейху ассаляму, он сам лично посланник Всевышнего, по несколько раз подходил в надежде найти в их сердцах отклик и понимание. Таковыми были сподвижники сахабы, радия Аллаху альхум, и должны быть мы с вами, те, которые держатся за путь посланника Аллаха. Чтобы подтвердить сказанное, вспомним о сподвижнике Пророка Алейху ассаляму по имени Икрема. Кем же был этот человек до принятия ислама, и как он изменился, заняв место рядом с сахабами, сподвижниками Пророка Алейху ассаляму. Дом, где вырос Икрема. Каждый был проникнут чувством ворожды ко Всевышнему Аллаху, к Пророку Алейху ассаляму. Ведь хозяином этого дома был Абуджа. Абуджа, который был человеком коварными замыслами, его улучшениями восхищался сам Сатана. Такой был человек Абуджа. И сам Абуджа был буквально пробит ненавистью к посланнику Аллаху ассаляму алейху ассаляму. Набросать ли колючки на дорогу Мухаммаду? Насыпать ли землю на его голову? Унизить ли, оскорбить ли? Во всем этом Абуджа был на первом месте. Судья хадисов имама мусульма со слов Абуджа Бурайр передается, что Абуджа обратился к группе мекканцев, когда он собрался со своими соратниками, он обращается и говорит, вы видели, как Мухаммад трет свое лицо о землю? То есть он имел в виду, как он сужда делает. Вы видели ли такое состояние? Да, у Абуджа, ответили его соратники. Клянусь богами, он клянется своими богами, если я увижу его таким снова, еще раз, то наступлю ему на шею и измажу его лицо в землю. Так говорит Абуджа. Через некоторое время Абуджа видит, как пророк Мухаммад совершает молитву. Увидев, он устремился к Мухаммаду, чтобы сделать то, что намерен. И подойдя, когда он подходил к пророку, он начал отходить, кричать и отходить назад. И окруживший его спрашивает, «О, Абуджа, что случилось? Что с тобой? Я не знаю, что со мной, говорит, но между мной и Мухаммадом огненный рот, который не допускает меня к Мухаммаду, саля-аллаху алейкум асаляму». Позже посланник Всевышнего говорит, «Если бы Абуджа еще один шаг приблизился бы ко мне, ангелы-малайки уничтожили, ругают его, и разорвали бы на кусочки. Поэтому он не смог подойти». И Крима, сын Абуджа. Он был проникнут теми же чувствами, что его отец Абуджа. Более того, он будто соревновался со своим отцом, кто больше из них навредит посланник Аллаху асаляму асаляму асаляму. И эта вражда еще усилилась, когда Абуджа был убит при битве Баду. И Крима дает слово, что он всячески будет препятствовать посланнику Аллаху, что будет всячески препятствовать распространению света, свет Всевышнего Аллаха. Но этому было несуждено. Пришел Ген, и была освобождена Мекка. Даже в тот момент, когда врата Таугу, врата покаяния и прощения были открыты перед всеми, и Крима собирает ту оставшуюся кучку и создает войскую армию против посланника Аллаха и его сахапов. В этой битве Халебин Валид разбил эту кучку. И несколько противников были убиты. Остальные в страхе и в ужасе убежали. Среди бежавших был и Крима. Вспоминания, то, что он натворил, то, что он сделал, думая, что Мухаммад, саллиллаху асаляму, ему никогда не простит, он направляется в Йемене. Жена Икрына, у Махаки. Это достойное особого уважения женщина. Она приняла ислам. И вошла в число сподвижников, при упоминании имени которых мы говорим, да будет доволен Всевышний имя. Она покорно направляется вслед за своим мужем, с целью уговорить его, чтобы он пришел обратно в Мику. После этих поисков застала его на берегу моря. И в тот момент Икрына договаривался с моряком-мусульманином, чтобы тот помог ему переблють на другой берег. Мусульманин говорит, очистись перед этим, я помогу тебе. Как понять, как очиститься, спрашивает Икрыма. Шахада читай, свидетельство единого Бога. Я от этого убегаю, говорит Икрыма, этого не хочу видеть, слышать. Ты что мне говоришь? Этот момент у Мухаки, жена его, приблизилась и обращается к нему. Икрыма, я пришла к тебе от самого благонравного, самого добродушного, от лучшего из людей Мухаммада ибн Абдуллала. Он пообещал тебе безопасность. Не губи же себя, приходи в Мику. Немного подумав, они решаются направиться в Мику. Видя это все, принимая во внимание, какой тухом был род Икрымы, это время посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, обращается словами к своим сводвижникам людям, о, люди, через некоторое время к вам придет Икрыма, ибн Абуджа, верующим и совершившим хейджбу. Не оскорбляйте его отца, не напоминайте ему о прошлом. То есть посланник Аллаха говорит, чтобы его приняли как брата. Посланник Аллаха объявляет братство. Действительно, через некоторое время Икрыма и его супруга приезжают. Макка, посланник священного Аллаха, сидел в руку за их сахаба, увидев же издалека Икрыму, он вскочил от радости посланника Аллаха и устремился навстречу к Икрыме. И с уст посланника Аллаха сошли слова, приветствую того, кто совершил хейджбу. Посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, дорогие братья и сестры, приветствую того человека, который основную свою жизнь препятствовал посланнику Аллаха. Это сын которого все время делал плохой посланник Аллаха. И пророк Алейху ассалям говорит, приветствую тебя, бог Икрыма. Далее, пророк, саллаллаху алейху ассалям, увидев это Икрыма, сразу же эти слова задели Икрыму, он говорит, произносит шахаду, он приходит в ислам, затем он произвелся, я причинил столько боли и зла, помолись за меня, просил Аллаха прощения для меня. Пророк милости, рахмана, он обращается ко Всевышнему Аллаху. Я, Раби, прости Икрыма ту неприятную вражду, что он испытал ко мне и к исламу. Прости ему все пути, что он прошел, пытаясь подучить твой свет. Прости ему все оскорбления, что сошли с его уст. Икрыма переполнился чувствами, и с его глаз текли слезы, икрыма плакал. Он не ожидал подобного отношения от посланника Аллаха. Он не ожидал, что посланник Аллаха простит его. Он этого не ожидал, икрыма воскресил. О, посланник Аллаха, клянусь Всевышним, сколько сил и имущества я потратил во вред исламу, так теперь в два раза больше я потрачу на пути его распространения. Икрыма сдержал свое слово. Он это доказал при битве Ярмук, где византийская армия составляла около 140 тысяч разных, и ваэ так приводится, разное количество, а мусульман было 40 тысяч. И видя, что мусульмане проигрывают, это после того, как посланник Аллаха покинул этот мир, видя это, Абу Бакх, рада и Аллаху ангел, отправляет туда Халид-бин-Валид. Когда Халид приходил, икрыма слез, коньяки был готов, сам один идти на войско, на византийское войско, Халид остановил его, говорит, «Ой, Икрыма, подожди, не делай этого». Икрыма же сказал, «Оставь меня Халид. Ты сражался рядом с пророком салли Аллаху алейхи вассалям и сделал новое на пути распространения ислама. Я и мой отец, мы больше всех причиняли вред послания Павла. Дай же мне возможность искупить это, искупить прошлое». Потом он воскликнул, «Как я могу отступить, когда столько раз сражался против посланника Аллаха, против любимца Всевышнего Аллаха? Нет, этому не бывает». И в окружении примерно 400 человек он ворвался в ряды византийцев. В какой-то миг он был глубоко ранен, его перенесли в шатер. Видя смертельные раны, его жена, она заплакала. Она не смогла сдержать слезы. И Иклима же говорит, «О, жена моя, не плачь. Не увидев этой победы, я не умру». Через какое-то время в шатер заходит один из подвижников и говорит, «Благая весть». Аллах даровал нам победу, и тогда Иклима попросил, кто рядом сидел, и говорит, «Приподнимите меня». В шатер зашел, астаник Аллах. Чувствуя духовное присутствие пророка, алейхи салату вассалям, он говорит, «Я, Расул Аллах, сделав мне я данное мною слово, то, что я говорил, то, что я сделал». И напоследок слова Иклима были, «Я, Робби, дай мне уйти из этой жизни мусульманина и причисли меня к праведным людям». Это сподвижники, это любимцы Всевышнего Аллаха, дорогие братья. Это люди, которые днем и ночью думали, что только об осаннике Аллах. И сегодня братство, которое показал нам пример посанника Аллаха и его сахабы, сподвижники, мы должны строго придерживаться к этому. Когда нам просто человек посмотрел не так, или же задел просто словом, мы держим обиду на этого человека. У нас зависть проявляется, к большому сожалению. Что говорится насчет зависти? Давай же тебе подумаем, как Иблис подходит к дверям Фераума и стучится, Фераум спрашивает, кто там? Иблис ему отвечает, вот если бы ты был Богом, ты узнал бы, кто за дверью. Заходи, проклятый, говорит тогда Фераум. И Фераум спрашивает у Иблиса, есть ли люди, которые хуже на с тобой, есть ли творения, которые хуже на с тобой? И Иблис говорит, да, это человек, который завидует, человек, который селится зависть. Дай Аллах, чтобы у нас не было зависти, дай Аллах, чтобы наш мажист был принят, и чтобы между нами укрепились братские узлы, чтобы мы любили друг друга только ради Аллаха. Вальхамду вилля, Рабли, Аллах. Однажды посланник Аллаха салли Аллаху подойдя сзади к своему сподвижнику Белялу Рабли, Аллаху, схватил его и накрыл его глаза своими руками. После чего Белял прикоснулся к рукам пророка и сказал, О, Абубакр, это ты? Пророк, салли Аллаху молчал. Затем назвал, О, Абубакр, это ты? И таким образом он перечислял всех сподвижников пророка, салли Аллаху и в конце посланник Аллаху сказал, О, Белял, как же ты меня не узнал? Это я, посланник Аллаха салли Аллаху после чего Белял ответил, на самом деле я узнал вас, посланник Аллаху. Просто если бы я сразу сказал бы, что я догадался, кем вы являетесь, вы бы отпустили мои глаза и ваши руки перестали бы держать. Я не хотел, я хотел, чтобы вы подольше прикасались к моему телу и из-за этого я сделал вид, что якобы я вас не узнал. Посмотрите, дорогие братья и сестры, о безграничной любви с подвижников пророку Мухаммаду салли Аллаху алейху асаллим. Дай Аллах, чтобы мы, конечно, так как они любили посланник Аллаха, мы любить его не сможем, но хотя бы долю этой любви, чтобы мы так же испытали. И далее мы предоставляем слово профессору, специалисту по шариатской республиканции и хадисоведанию «Халид Аحمад, «Алтайяна» и «Алтайяна» и «Алтайяна» Субтитры создавал DimaTorzok 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 И он говорит ему Субтитры создавал DimaTorzok И после этого Билал Асхаба Билал Асхаб Не смог отказать Билал Асхаб Наш господин произнес И Ибн Асхаба Передающий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Билал Асхаба Субтитры создавал DimaTorzok Билал Асхаба 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 О, Аллах, мы собрались сегодня для того, чтобы возвеличивать Тебя, поминать Тебя, также благословлять нашего любимца и Твоего любимца, и также упоминать о его нравах. И нет у нас другой причины, ради которой мы сегодня собрались, кроме одной, это любовь к посланнику Аллаха, алейхи саляту вассалам. Желая постичь тот смысл, который упоминается в хадисе посланника Аллаха, алейхи саляту вассалам, что человек будет с тем, кого он полюбил на этом свете. Говорит, конечно, можно очень много, но я вам хочу сделать завершание, чтобы этот месяц у нас не прошел напрасно, чтобы этот месяц послужил причиной прибавления нашей любви к посланнику Аллаха, алейхи саляту вассалам. Я благодарю Всевышнего Аллаха за такой маджлис, который Всевышний Аллах нам сегодня подарил. В таком прекрасном виде мы сегодня собрались. Подобные мероприятия, за это благодарен, за подобные мероприятия, которые не являются легким делом, особенно в тех местах, в которых нету этого понимания, нету этих проявлений шукру по поводу рождения пророка, алейхи саляту вассалам. Всевышний Аллах говорит, если вы будете делать шукру, благодарить меня, я непременно преувеличу, прибавлю вам. А благодарность, оно не ограничено лишь языком. Для каждого деяния человека есть определенная шукру, которую он должен проявлять. Например, жена. Как же благодарить Всевышним Аллаха за то, что он наделил его праведной женой? Проявление шукру будет обходиться хорошо со своей женой, обходиться наилучшим образом, как это требовал от нас посланник Аллаха, алейхи саляту вассалам. И нет ни одного, кто бы проявил мягкость по отношению к жене, кроме как он будет почтенным перед Всевышним Аллахом, субхану вассалам. И также, кто проявит грубость, тот будет презренным, будет потерпевшим убыток перед Всевышним Аллахом, субхану вассалам. А благодарностью жены в отношении своего мужа, как же благодарить будет она Всевышнего Аллаха? Благодарность ее проявляется в повиновении своему мужу, соблюдать все права в отношении своего мужа. Ведь послание говорится, если бы кому-либо было позволено делать сужда, то это было бы позволено жене делать своему мужу. Как же, посмотрите, как же наши устады, шейхи, как проявляют эту благодарность шукру Всевышним Аллаху, субхану вассалам. Подобно тому, как посланник Аллаха, субхану вассалам, говорит, не из нас тот, который не оказывает уважения и почет старшим. Также проявляя, будет благодарностью проявлять шукру Всевышнему Аллаху повиновения старшим, также тех, которые уполномочили на высокопоставленные посты и так далее. И все вы, собравшись сегодня, представьте, что вы являетесь наместниками умата пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам сегодня, которые заминают тех, которые были во времена, то есть наших сахабов, радия Аллаху ангум, что вы их наместники сегодня на этой земле. Как было упомянуто, тот, кто милует Всевышний Аллах, субхану вассалам, тоже окажет ему свою милость. И в каждом деле, в каждом деле, что бы мы ни делали, мы должны проявлять милость в отношении другого человека. И каждый из нас, так как он является наместником посланника Аллаха, и на этом свете он должен проявить эту милость, показать пример, который нам показали посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, и его сподвижники. Если ты будешь милостью проявлять мягкость по отношению к другим, то непременно твое сердце заполнится благим и тем, что вызовет довольство Всевышнего Аллаха. В зависимости от того, как ты будешь обращать внимание на другого, от этого зависит твое желание, чтобы этот человек возвысился перед Всевышним Аллахом, субхану вассалам, и очистил свой благой нрав. Пусть Всевышний Аллах, субхану вассалам, наделит нас наилучшим. Пусть Всевышний Аллах одарит нас своими благами на этом свете. И пусть Всевышний Аллах, субхану вассалам, воздаст нам наилучшим, чем можем мы сегодня владеть на этом свете. Посланник Аллаха, саляту вассалам, говорит, не благодарен, не сможет проявить благодарность Всевышним Аллаху тот, кто не благодарен людям. Я благодарен всем, особенно шейху Ахмад Хаджи Афанди, за то, что меня пригласили на этот маджлис, на это благодатное мероприятие. И прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах продлил жизнь наших устазов, наших алимов, наших ученых, и чтобы мы получили от них наибольшую пользу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok